Тёплая парящая лужа и неприятный запах. Такую картину люди наблюдают уже с декабря. И судя по жалобам гаражам, всё это последствия работы вот этой автомойки. Местные жители засыпали гневными комментариями соцсети. Конечно, надо заставить убирать эту грязь за собой. Жалобы от жителей всем подряд писать. Там ещё всякие химикаты, которые потом растают, а потом попадут в ливнёвку, а потом в Байкал. Надо Роспотребнадзору проверить все автомойки. Видимо, у них, кроме как на асфальт, воду спускать некуда. В воде вся прилегающая территория. Ближе к воротам стоит лёд. Идём узнавать, в чём тут дело. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему у вас такая лужа возле автомойки? А это спрашиваете у города канала. Это не от вас вышло разве? Нет, не от нас. А почему у города канала? У нас отдельная яма. Вот только доступ к своей яме, по словам сотрудницы автомойки, они потеряли. Женщина говорит, что вода бьёт ручьём из городского колодца, что в паре метров от них. Потом всё это замерзает. Вот тебе и импровизированный каток. Корка льда покрыла всё вокруг. И выгребной люк автомойки тоже. Вы свою яму-то, получается, и откачать не можете? То есть у вас тоже всё вытекает? Мы её откачали, когда ещё могли откачать. Когда это было в последний раз? Это было перед Новым годом. Мы её откачали. А у нас, видите, оттуда вода бежит, бежит, и она нашу яму, получается, заморозила. Внутри помещения тоже стоит вода. Мы в полной мере работать не можем. Потому что у нас не получается работать. Видите, мойка пустует. Всегда так последний день? Практически мы, поскольку машин, вообще мало машин в день моем, у нас не может вот такое количество воды это собираться. Писали в прокуратуру. Там призвали городской водоканал найти виновного, рассказывает женщина. Она винит в происходящем владельцев большого торгового комплекса, что через дорогу. Прокуратуру заставили в водоканал здесь разбираться. И водоканал выяснил, что это альфон? Здесь у них инженера есть, они работают. Они сказали, что альфон оттуда бежит. Идём в строймаркет за комментариями. Там жалоб никаких не получали. И вообще, говорят, хозяйство это чужое. Почему альфон здесь же целое, только суконное, это же целое. Система коллектора уже проходит по нашей территории. Через нас проходит, это получается от Магомед Магомедовича, здесь вот есть такое, это его хозяйство, коллектор это него. То, что владеет коллектором частное лицо, нам подтвердили и в водоканале. Несложно было выяснить, что это лицо тот самый Магомед Магомедович. Фамилия его Сулейманов. Он бывший руководитель ТСК. В прошлом году, в мае и в сентябре уже два раза подобные же случаи были. То есть, выход стоков на поверхность. Оба раза работники водоканала устраняли последствия аварии и предъявляли счёт на оплату за произведённые работы. Однако, собственник отказывается платить. Мы собирали документы. В настоящее время все материалы передаются в суд. Обязать собственника передать сети городу по закону нельзя. Но можно сделать это мирным путём. До тех пор водоканал будет чистить засоры в коллекторе и прилегающую территорию за свой счёт, пытаясь взыскать долги через суд. Нам пообещали, что бригада прибудет на место в течение недели. Ася Касьянова, Даниил Друхисанов. Новости дня.